всем привет добро пожаловать на канал талия 60 меня зовут наталья и сегодня я снимаю видео с итогами за июль которых были не какие-то супер-пупер но все равно что-то я вам покажу что-то расскажу поделюсь с вами видео у меня не выходила целый месяц заметили вы или нет я не знаю вот так получается сейчас вышивать получается немного и соответственно снимать тоже но все равно дождитесь и конца видео там еще я вставлю разные вставки в том числе со встречи на маленькой вышивальной встречи с лены из канала елена воробьева вот и давайте начнем первое что я покажу это сэмплер сейчас вот такой вот сэмплер который всегда очень трудно положить целиком в кадр потому что он огромный и вот что у меня вышло значит часто кстати спрашивают у меня что это за сэмплер вот будьте внимательны и я скажу это викториан роуз не дала арт так называется производитель сэмплер я забыл как называется элис смит кажется вот ну я думаю если вы забьете название производитель вы без труда его найдете значит я его продолжаю вышивать не скажу что прям какие-то огромное продвижение то есть я его немножечко вот здесь вот повышевала и не закрыла угол мне прям надоело вот этот бордюр чик шить я решила перейти уже вот к этой части получается вышла вот этот рок изобилия и у меня здесь вот такой прекрасный ангелочек нарисовался с синими крыльями мне кстати очень нравится что они такие голубые синие голубые крылья вот эта работа не сказать что очень сложно вышивается но она на 40 каунте и поэтому конечно она точно не идет медленно не идет быстро вот здесь еще такая вот эти зигзагом все это нужно было очень внимательно вышивать но в целом как бы не конец света то есть можно вышивать спокойненько у меня конечно же постоянно что-то отвлекает но в целом как бы я считаю неплохо он меня продвигается да тут конечно еще шить и шить ого-го очень чем много но все равно я рада что я его периодически беру и какой-то небольшой даже хотя бы кусочек вышиваю вот получается очень красиво уже рассказывал что заменяла здесь зеленые цвета ниток очень довольна прошло время я все равно не разлюбила как бы даст свой подбор и мне все 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 здесь нравится так последующая работа которую я начала это был мелхилл это неожиданно потому что потому что последнее время а я как-то мелхилл не вышивала да то есть просто к нему немножечко угас интерес но тут что-то меня торкнуло но очень захотелось мелхилла и вот такую вот красоту я взяла это был подарок от инессы уже говорила об этом вот такой вот день земли очень красивый набор вышивается на прекрасный такой светло-голубой основе здесь у нас очень красивый материал и пуговичка ну общем все лучших традициях мелхилла нитки такие нитки так и я вышиваю его не поверите да ну то есть мне часто говорили что я ну вот я заменяла раньше бумагу на ткань то есть у меня вот это вот был гзик прям но в последнее время меня тянет вышивать именно на бумаге как есть то есть что-то в этом все таки есть я как-то распробовала эту бумагу и раньше меня пугало то что нельзя будет постирать что работа недолговечная будет сейчас я как-то так далеко вперед не смотрю и думаю ну или что ну что ничего страшного ну как бы я и не собираюсь эти работы где-то там до валять их по полу то есть они аккуратно будут хранить столько сколько будут еще вот ну и плюс вот мне очень нравится здесь эта бумага такого вот видите голубого красивого цвета вот и я вышивала эту работу в электричке где-то в дороге то есть мне нужен больше меня был такой дорожный процесс это очень удобно вот поэтому такая вот прекрасная работа вообще я ее хотела бы закончить до конца лета а до конца лета к сожалению просто я плачу остался один месяц вот и я хочу эту работу конечно же завершить то что она очень летняя вот и кстати не часто вижу ее в отшиве не знаю почему такая вот красота у меня нарисовалась так дальше я покажу подарок вот катя катерина стичка тебе большущий привет покажу подарок и соответственно я расскажу о своем старте новом значит катерина подарила мне такой классный подарочек я вам покажу конечно я уже все расковыряла сто раз но первое что покажу это был вот такой вот сэмплер маргат кэмпбелл не дал мои дизайнс и вот он на вид как бы до такой просто сэмплер и сэмплер но когда я стала подбирать нитки а нитки я подобрала свои то есть я его вшиваю полностью подбором вот смотрите здесь просто такой ключ куда здесь у нас идут бельсуа шелк здесь у нас идет глориана ну как бы вы поняли да конечно я ничего не стану не стала все это собирать короче я решила вышить полностью своим подбором вот и кстати у него ведь есть вот еще этот сэмплер компаньон вроде когда вот fox and rabbit он мне тоже нравится очень интересные вот эти цветочки сверху вышиваются вот и здесь вот он изображен и как мне показалось он здесь изображен на такой вот основе какой-то до персиковатой и по ключу там как это более серая основа я решила порыться в своих запасах и сейчас я покажу что я насобирала но сначала покажу еще остальную часть подарка дальше в подарке был вот такой вот не дал мандер от just n с новогодней тематикой вот прелесть а кстати я их никогда в руках не держала и это как бы да первый раз когда держу его в руках я просто обалдела что они такие маленькие я думала они побольше но это просто такая милота такой вот прикольный малыш и конечно же я буду им пользоваться зимой буду туда класть кит иголочки бусинки не на что-нибудь но это очень милая вещица конечно вот интересно конечно было познакомиться вживую с этими не дал мандерами то что я знаю многие их собирают коллекционируют я как-то спокойно сюда к ним относилась но он очень классненький так следующее что было в посылке это просто вообще мелотища просто это ножнички кахана такие маленькие но знаете когда они в руки попали я просто шоке было что они ну вообще ну я думаю многие конечно же знаете я никогда не была прям фанатом этих ножниц я за ними не гонялась но теперь когда они попали мне в руки и я поняла какие они милые и что они еще и острые и вот этот чехольчик это вообще прелесть просто я теперь хочу какие-нибудь цветные ножнички кахана и при случае я обязательно себе их куплю вот какая прелесть у меня появилась я с ними ношусь повсюду и очень сильно боюсь их потерять вот ну и тут еще наклеечки были и очень красивая вот такая открытка вот катя я очень благодарна за такой прекрасный подарок это очень приятно конечно зума приятно тем более ножнички еще кахана да мечта многих вышивальщиц можно так сказать вот теперь я хочу показать вам что я подобрала на эту центр я взяла ткань вот эту ткань от викс доверкс у меня был кусочек это ткань цвета сангвин и мне показалось на прекрасно сюда подойдет потому что я взяла еще нитки разложила их вот они у меня здесь и шелк и хлопок все как бы в кучу смешано я их разложила на ткани и поняла что это прям то что надо а кстати она такая розовато-бежеватое что ли то есть такой розовый пантон имеется им сейчас она вам передается больше в коричневый цвет почему-то в какой-то такой рыжий вот и вот я подобрала значит у меня здесь вообще такая сборная солянка шелк ручного окрашивания который вот видите вот из этой группы потом у меня здесь есть глориана у меня здесь есть бельсуа я только что говорила что нет но и у меня были просто эти нитки вот я их решила сюда задействовать ну здесь у меня и викс доверкс и вот еще в общем куча разных не так прям реально сборная солянка и мне очень нравится то что я подобрала потому что я вам покажу как у меня получается единственное у меня сомнения по поводу вот этого цвета артишок сейчас я вам покажу почему еще раз посмотрим на привил я убираю и у меня уже выше то вот столько друзья когда я прям как только забрала посылку я ее открыла я обалдела от этого сэмплера и тут же начала его вышивать когда я начала его вышивать ну я быстро подобрала нитки а я еще больше подумывал это очень круто получается мне нравится то что получается и сейчас вот у меня уже получается эта часть закроется и дальше я пойду вообще на самое интересное это будет домик здесь и тут еще есть вот такой вот стежок видите вот эта лужайка перед домиком она такими большими крестиками или ну короче она вышивается стежком и это очень прикольно вот смотрите значит что ну тут принципе мне все нравится как я подобрала единственное вот этот вот цвет я немножко ну как будто он чуть-чуть выбивается из общей картины потому что он такой ну больше как салатовый такой да а здесь вся гамма она более такая как сказать да тоже светлая салатовая но больше такая болотная как будто бы ну вот а здесь такой салатовый прям желтоватый ну что делать я прям вообще не смогла ничего ближе подходящего подобрать поэтому а мне не терпелось начать вышивать поэтому я взяла этот цвет хотя он мне вообще нужен там для других каких-то сэмплеров но если не хватит я потом еще до закажу вот и такая красота у меня получается давайте поближе посмотрим видите здесь бэк есть вот в этих листиках зеленых и здесь тоже куда ножницы делал здесь вот тоже видите есть такой вот бэк стич и дальше будет гораздо веселее все это дело вышиваться от это красное вот эти красные ягодки шелком я вышиваю вот это тоже коричневый шелк вот здесь идет вот в общем мне нравится очень то что получается и дальше будет еще круче видите здесь в крыше вот этот синий цвет вот как раз я бы лесу а взяла шелк и это будет просто отвал башки как красиво и не знаю хватит ли мне вот этого салатового цвета это тоже вопрос ну вот который артишок короче посмотрим очень интересный спонтанный такой экспериментальный сэмплер мне кажется да напишите как вам вообще такое вот так следующее что я хочу показать это готовая работа вот такая вот красота это рука с розой вот скеттер сид сэмплер кажется правильно говорю не помню ну в общем очень красиво получилось легко быстро вышивалась но правда у меня она застряла немножко я вышивала на тридцать шестом каунте это цвайгард заводской окраски вот этот как его там зовут уже не помню вы поняли мука какой-то или чего-то такое вот вышла эту работу отложила ее пока не знаю что с ней буду делать просто думаю может в рамку и оформить меня такая вот мысль есть что между большими работами на стене неплохо бы повесить и такие маленькие чтобы они как бы ну разбавляли так сказать до пространство заполняли пространство между большими работами вот ну соответственно надо искать подходящую рамку вот короче пока лежит думала насчет подушки но что-то мне эти подушки ну сколько можно вот поэтому пока полежит отдохнет посмотрим что буду с ней дальше делать так и что еще вам покажу значит много обновок ну прям чуть-чуть самую мало вот я уже говорила что у нас была встреча с леной и благодаря ей мне удалось приобрести нитки npi шелк npi вот такой вот прекрасный просто первый раз я покупаю этот шелк и вы знаете я его только потрогала и уже мне очень нравится вот для вот этого сэмплера взяла это у нас scarlet house вот такой вот сэмплер эта схема у меня уже сто лет лежит вот правда эта схема у меня купленная не знаю года четыре или даже пять назад так точно вот и нет я вру но четыре ну три четыре года назад и вот она лежит 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 как бы да это можно сказать там чуть ли не один из первых сэмплеров которые я купила и здесь были нитки n5 ключу я еще помню я показывал это это цемплер и говорил что я никогда не буду вышивать нитками npi что конечно же буду вышивать dmc ну вот видите как классно все сложилось что я все-таки решила купить и у меня ну как бы была возможность купить эти нитки и не знаю планирую его начать думаю может быть в сентябре я просто есть мысли в сентябре там по начинать кучу всего чтобы потом плакать что я ничего не могу заказать вот ну шучу конечно сейчас открою покажу вам нитки на превью конечно выглядит это все супер ярко но тут еще может быть за счет того что чуть-чуть они что подкрутили с яркостью вот но как бы нитки да действительно они достаточно яркие но в жизни они чуть-чуть поспокойнее вот эти цвета конечно красные малиновые то что чем-то просто и вот этот персиковый нитки очень-очень мягкие но при этом они не так сильно блестят они похожи по виду надеемся но на ощупь они просто нежнейшие они ну видно что они не пушатся потому что а выросла все-таки чуть пушатся но иногда даже не чуть-чуть а нормально так пушатся а эти просто вот в руках их держать нереально ощущению просто очень приятны вот поэтому вот такая вот история ну можно сказать что был мне подарок себе на день рождения у меня 27 июля день рождения вот и конечно я еще жду заказы у меня там заказано ткань нитки несколько несколько схем но это еще когда будет то есть я все не скоро я получу поэтому вот так красота обязательно будем начинать искать и по ключу у нас что идет у нас идет по ключу 46 каунт ну вот это вот конечно загвоздочкой небольшая потому что они рекомендуют 40 да тут вот пишут короче они ли они напишут 46 и 40 аккаунт да но кстати на 40 он наверное буду вышивать потому что не знаю что по ниткам если я буду брать совсем уж 36 там да вдруг мне не хватит не так поэтому я наверно сороковой возьму вот они пишут вот винтаж миду миду ру ну какое там придется самой красить либо я еще думала взять сырой лен здесь на превью как бы похоже на сырой лен посмотрим смотрю как этот цвет выглядит фотки поищу может быть сама покрашу это пока еще в планах только так дальше вам покажу покупку еще одну так как мне опять захотелось мелхила я решила что не только я должна его вышивать нам надо оформить что-то и у меня вот я выбрала где вот эти работы на скорую осень и все равно уже тянет на что-то такое осенье давно у меня уже тоже прошлом году вышит этот мелхилл и лежит этот еще давнее тоже вышит и лежит я думаю надо их оформлять меня в прихожей там осенние тематика на стене вот поэтому буду пополнять свои свою коллекцию работ на стене и вот я заказала раму вот эту раму от драмки на зоне первый раз вообще в руках держал тоже до рамки и знаете я вообще остался очень довольна мне нравится но я думаю тоже многие знают здесь вот эта палочка сюда для подставки мне нравится что есть крючочек и можно будет работу повесить картон в общем все как положено и у меня одна вот такая черная и одна вот такая зеленая и кстати такие тяжеленькие это натуральное дерево вот и я думаю что я оформлю в зеленую вот эту работу а в черную вот эту работу мне кажется будет классно и мне так они понравились что конечно я думаю что буду заказывать еще обязательно конечно буду оформлять свои мелхиллы мне нравится там еще синие мне все в принципе нравится кроме таких ядреных совсем цветов вот такая у меня была скромная покупка ну и в принципе на этом все это все что я вышивала да ну сами видите не густо ну сколько есть все мое вот и видите такое у меня получается видео немножечко сумбурное также я хочу вам сказать что я продаю сборку дименшинс может кому-то это интересно у меня выставлено это на авито это сбор как гора куста не гараж майка а ферма гамлета здесь у меня нитки но не все цвета двух цветов нету это нитки дименшинс вот сборку это я покупала у вероники в группе вконтакте я думаю вы все ее знаете значит здесь все нитки всех ниток хватит кроме двух цветов не хватает вот основа тоже как в оригинальном наборе дименшинс схему я распечатывала давно вот так что если вам интересно напишите мне вдруг вы хотите купить сборку и вышивать эту работу все на этом у меня все я буду с вами прощаться сейчас сделаю вставочки разные смотрите видео наслаждайтесь увидимся теперь уже с вами без понятия когда все мы знаем что происходит сейчас с ютубом он меня уже очень очень плохо еле-еле работает я буду решать этот вопрос но это очень сильно конечно же ну как бы лишают меня мотивации снимать дальше я вам честно скажу что вот эта вся история ну блин не знаю ну просто вот не хочется думаю что ну нафиг зачем мне вообще этот канал обидно становится но думаю что все равно как-то этот вопрос решится нет безвыходных ситуаций видео будут сниматься в любом случае не на youtube так на другую какую-то площадку хотя совершенно очень не хочу на другую площадку мне не нравится дзен я пробовал туда скидывать видео там вообще никакая отдача просто вот и мне не нравится вконтакте потому что там очень много лишнего очень много всякого мусора скажем тогда оскорбление так далее не фильтру это все не фильтруется короче говоря не знаю что будет дальше вот но в любом случае думаю мы с вами это все узнаем ну я буду с вами прощаться до встречи в следующих видео которые я надеюсь все таки будут обязательно пишите комментарии все очень рада я всегда читаю с удовольствием и всем пока так ребят я встретилась лена из канала лена воробьёва елена воробьёва которая не снимает видео вот и она принесла свою вышивку смотрите какая прелесть это у нас рифле и десуа или как там правильно говорится такой задник очень приятно на ощупь такая вот классная подушечка еще лена вышла вот такой бочонок я думаю вы все его и так прекрасно знаете а я сижу и разглядываю что из этого я могу вышить подбором так дальше у нас фонарик от мелхил такой вот богатый богатый да таким шариком прикольным я у меня нет этих фонариков я первый раз его держу в руках а я перепутал значит этот биконус должен был быть вообще-то прозрачный у меня получился зеленый внизу просто их комбинировала зеленый еще лена сделала такую игрушку это из ваты представляете но я думаю кто знает про ватные игрушки я например далека от этой темы поэтому мне кажется такой прям ретро такой да снеговичок расскажи свои впечатления да я почему-то мне казалось он должен быть на ощупь такой какой-то мягкий или пластичный но не знаю это такое было ощущение я его взяла в руки он такой твердый прям вот ну прям как сухарик очень странное ощущение ну очень прикольно выглядит такая шляпа нос видите классно вот у нас тут всякая разложена вышивкой мы все это кстати у лена еще вот такой вот очень красивый конвертик смотрите на не показала не похвасталась которая нам не по я кстати вот лене дарил конвертик по моему я его снимала я не помню снимала его вам показываю ночью я дарила лени вот такой конвертик с японским пейчурка сама не знаю как я это сделала но получилось хорошо лена пользуется с удовольствием а мне очень приятно я в нем нашу милфильчик реклама реклама напрещенная вот так дальше у нас здесь рефлю и десуа я тоже вышивала эту работу это такие розочки сиренево-фиолетово такие прикрученные у меня косметичка такая вот такая вот косметичку я тоже шила и лена тоже и сейчас и щетка что много ошибается очень здорово очень выглядит она того стоит богата приятно но очень принципе рефлет десуа это всегда это всегда круто выглядит здесь даже ничего не надо говорить кстати те кто еще сомневается на каком каунте шить берите 32 не слушайте что написано в схеме берите 32 иначе будут толкаться бисеринки да я начинал вот как раз вышивать на 36 мне пришлось все распороть и начать заново на 3 сторон потому что бисер просто безбожно вот так вот скорее уже так что берите 32 я видела что девчонки некоторые в чатах не знают какую брать берите 32 что еще такой бисерок красивый так что еще овцу мне показали и подругу корову так здесь у нас овечка от мелхилл я как увидела теперь мне тоже надо посмотрела смотрю дома какой-то бисер подбора все такое но пуговицы все равно придется покупать классная овечка мне нравится очень но корова мне кстати больше корова очень яркая и она вышивает корову на вот такой яркой кстати вам не передается почему-то вот сейчас передается такой ярко-желтый солнечной основе на аиде пуговица здесь уже идет вот покажи вот она видите круглая но мне кажется хуже от этого не становится как будто бы она даже лучше чем оригинальную и вы знаете мне это надо тоже у меня есть желтая бумага на хилл поэтому надо собрать мне тоже на корову материала именно пока на корову потому что она мне больше всего нравится оригинально тоже думаю вы все прекрасно знаете сейчас такой ажиотаж на эту корову был одно время с оригинальной пояса из-за нее хотят 7000 на авито кошмар для реки и мелхилл за 7000 это для богатых вот такая красота так что еще показывает что у тебя еще есть снеговика бы нам не потерять ну мы давай игрушки от виктория сэмплеры дальше у нас они прямо очень маленькие крохотные высказала здесь пайетки это же подбором вышивала подбором да заменила основу основу мне нравится больше чем там изначально нашла вообще если честно это богатая женщина как оформила сзади ночи того не стоит короче очень много кропотливой работы ну я старалась подобрать все максимально близко к пришел к бэкстича вот этого мелкого мелкого так здесь у нас розочка бар шикардосный бархат здесь на самом деле больше оформление чем самой да вот оформление выглядит лучше чем сама вышивка такой вот задник здесь шишки у нас шишки да да шишки заяка с шишки эти вот такие игрухи получились и не оформленные вау вот это классно это рыба в волнах плывет вот это рыба золотая рыбка плывет по волна вот в живую кстати гораздо красивее выглядят и вот эти нитки просто переливаться нет нет вот здесь вот черточки такие это шелк с переходом один одна нитка одного цвета круто выглядят вообще и смотри смотри микро точечки голубого креи не говорю что он живую выглядит безумно красиво на видео так не видно здесь ангелочек с такими выпуклыми глазами он удивлен очень сильно удивлен что ты еще его не оформила незаконченный домик это вот последний будет который я вышью дружку больше не буду шевать здания которые начинают строить и бросают да и санта самый красивый очень крутой санта самый красивый у него глаза шалевшие санта смотрите какие детали у него даже здесь пряжка на ремне вышла ну классно вот эти надо оформлять все но я игры дошли замок и все больше не буду там потому что есть еще еще один заяц такой же вот еще одна прелесть прелесть мишка я его тоже вышивала это наташа мне подарила маленькую медвежонку это не по набору это мы сами вышивали подбором ну как подбором в принципе шисок включу здесь легко это джостная не сказала основа лена красила сама что-то да 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 это авокадо я покрасила вот очень нежный такой розовый цвет следующая это ворона вот такая примитивная очень прикольная ворона в платье она такая миленькая это такая деловая закончена есть еще ворон ворон короче мужчина ворона ну вот здесь все такие будут цветочки короче она такая синяя очень-очень уютная подушки оформить чтобы был вот мужчины и и я на классная ворона этого спа не участвую пока у меня ничего нет я все вышло уже вот где моя подушка вот эту подушку я вышла последний до этого еще сэм так и последняя это мелхи это мелхи на основе цвета да но пермин я не люблю но красивый очень цвет основы вот и вот такая а превью нету в общем онлайн называется нет тут написано и кажется у лены здесь была ошибка когда которыми наташа придумала как решить сократить все на один крестик потому что я вышел на сокращение вот так на один крестик в общем ничего страшного тут нет поправимо эта работа очень эффектно выглядит я вообще жду когда лены и вышьет мы очень любим луну вышивки очень красивая яркая салатовый цвет класс я вообще когда смотрела изначально на превью мне казалось что там очень сильно желтая все но на самом деле он салатовый и бисер там очень красивый идет в комплекте блин не почему я не взял с собой набор жалко что не взяла ну короче это классная работа и она такая ну не совсем типичная для мелхи и не часто встретишь эту работу вышли а еще и к нему есть компаньон солнышко на котором написано ли байса так что ребят напишите пожалуйста под видео надавайте ли не пинков чтобы она заканчивала классная работа расскажите кого закончить первым до пока там ты так друзья мы находимся в парке малевича очень интересное место парк прикольный смотрите здесь есть такая штука вы ее крутите вон там ручка но я не смогла очень тяжело она крутится и центральный лесной оракул отвечает на ваши вопросы да или нет ну прикольная такая штучка капсула вот ребята еще один арт-объект это солнце прикольно выглядит так я так понимаю что когда темнеет вот здесь вот какой то прожектор светит на него и в темноте она светится но она даже сейчас выглядит так прикольно необычно просто такой диск красный там еще есть лодка с луной я тоже ее поснимаю здесь вот так вот перила такие вот ребят смотрите как красиво и необычно вот эта луна когда темнеет она светится просто нереально красиво я видела на фотках она и сейчас работает если присмотреться то там лампочки внутри и вот здесь находятся очень-очень красивые водопады вот с той стороны просто стройка идет там некрасиво а здесь просто шикарно и мы сейчас конечно пойдем вон туда и и и и и и и и Продолжение следует...